здравствуйте дорогие друзья очень много тем есть в нашей недельной главе и мор вообще очень сильная большая глава но одна из таких важных тем это воспитание воспитание взаимоотношения поколений начинается как скажи священнослужителям сынам аарона и скажи им что значит скажи и скажи от мертвого нечистым сна и так далее раша пишет со столб с он ссылаясь на различные в том числе трактат на его мод объясняет что повтор скажи это предостеречь взрослых относительно молодых они обязаны заботиться о том чтобы дети не нарушали запрет тором раф зильберштейн в книге о лейном и шабех пишет об этом казалось бы повеление адресовано всему израилю но тут есть нюансы иврита да да слово предостеречь леозир однокоренное со словом излучающий зоэр и в этом великое правило воспитания родители и особенно отец обязаны излучать на детей понимание того что благость и радость жизни она происходит именно вот исполнение заповеди торы часто люди вот вроде хорошие все но вот как то вечно у них все очень тускло все очень печально родители которые воспитывают детей лишь словом не достигнув цели говорят мудрецы не достигнут цели говорят мудрецы потому что если дети своими глазами видят что папе с мамой все это дорого что действительно это все задевает их душу что это какое-то там радующая вещь там это это работает еще одно важное правило воспитания написано следует из взаимоотношений взрослых и детей воспитание должно осуществляться в двух направлениях а именно первое убеждать молодых что заповеди торы вообще эта дорога очень важная и серьезная и знаете что еще написано как сказать что вот эта самоотверженность исполнения что она радостная что человек никогда ничего не потеряет это кажется что он может потерять что-то выполняя заповеди был такой великий раби файнштейн в своей книге игрот машин касался этой темы и прибил дадил историю очень интересную имеющие в наших дни произошло две очень известные религиозные семьи в америке были у них были огромные трудности в соблюдении шабата по причине того что тогда всех увольняли с работы кто не не работал несмотря на это и удивительно и отрадно было видеть как дети одного из двух семейств выросли настоящими ну вот видно что то люди торы удостоились создать такие же семьи во второй семье немножко произошло не так почему на первый раз это трудно понять ведь главы семьи прошли одинаковые испытания народа работу находили чтобы шаббат так сказать тогда оба отказались работать от в работе в хорошей работе чтобы не нарушать шаббат и так далее возникает вопрос почему такие различные результаты воспитания он пишет он пишет в одном маленьком различии в одном маленьком различии первый отец возвращался домой когда дети остались в торе да и он возвращался домой с письмом об увольнении с работы и начинал танцевать радость и говорил что посмотрите сколько мы сделаем сюда благодаря шаббату да нас уволили ну вот и радость была в доме второй тоже не изменял торик но он приходил с этим письмом с белым лицом садился плакал там лезть и говорил и всем своим видом давая понять как тяжело исполнять заповеди вот тут вот нюанс который надо подумать короткая маиса еще на эту тему однажды великий рэбе тверский позвал своего сына аврама и говорит слушает ты что играл в шахматы в йом-ки-пур тот говорит да и играла что гость был у нас вот они сидят он сказал что это не запрещено играть шахматов рыба говорит действительно играть в судный день не запрещено что впрочем не означает что это нужно делать с точки зрения буквы закона ничего запретного в этой игре в шахматы в праздник нет однако в судный день человеку следует проанализировать прожитый год строить план на будущее поэтому не совсем это отвечает духу судного дня и тверский дал понять сыну что это для нас не это для тебя не не соответствует твоему уровню отец промолчал то потом говорит ну ты мат ему поставил два раза сказал авраам почувствовал что отец верит не этим авра рассказом тверский хотел проиллюстрировать как важно правильно делать замечания с одной стороны не игнорируя проблему прояв ровно душа если там или там другой не унизив человека упреком ты разговариваешь со мной только тогда как делать лишь мне неприятные замечания часто говорят или думают дети мы понимаем важность и ответственность вот этих родителей часто пытаемся поправить наших детей но к сожалению упреки высказаны негативной форме унижающие человеческое достоинство они только осложняют общение говорят мудрецы и приводят к отчуждению между родителями и детьми важно помнить что как бы сказать вот как делать замечания в самом святом вот в языке святом содержится великая тайна лэ хас хир на иврите предупреждать делать замечания происходит от другого слова сияние повторяю захар и причем своим личным примером когда ты видишь и сияние твоей души открывает сердце тогда делать замечания если нет лучше не делать брахова от слаха